Сердце – это главный орган у человека. Оно может все плакать, смеяться, переживать и надеяться. И порой именно плохие эмоции выводят его из строя. А как сердечно-сосудистая система справляется с новой коронавирусной инфекцией? Какое оказывает влияние? И как отличить COVID-19 от сердечного приступа? Ответ на эти и другие вопросы узнавала Альбина Ламкова. Несмотря на пандемию COVID-19, основной причиной смерти во всем мире по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания. Более того, известно, что наличие этой болезни в среднем в 2-3 раза повышает риск неблагоприятного исхода при коронавирусной инфекции. Поэтому позаботься о своем сердце каждому из нас сегодня необходимо еще больше. А как это сделать, мы узнаем здесь, у врача-кардиолога. Весь мир захвачен пандемией, но медики не забывают об основных своих пациентах с хроническими болезнями. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они в группе риска. Валентине Зубковой 83 года. В ее окружении много знакомых с различными патологиями сердца, которым нужна помощь и внимание. Моя знакомая, Лена ее зовут, она сердечница, боится очень заболеть коронавирусом. На улицу боится выходить, вот просит, и еще у меня есть знакомая, то она и покупает, то я хожу покупаю, выручаем ее. При том, что отличить коронавирусный приступ от стенокардии или инфаркта достаточно сложно. Симптомы схожи. В обоих случаях беспокоят боль за грудиной, учащенное сердцебиение. Здесь не надо гадать. Только врач сможет определить точный диагноз. Не нужно ждать и терпеть болевой синдром. Нужно прежде всего вызвать скорую помощь, чтобы сняли кардиограмму и в случае необходимости оказали первую помощь. Это что госпитализация и медикаментозное лечение. Но если случилось, что у человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями все же обнаружили коронавирус, дальнейшее развитие болезни будет напрямую зависеть от площади омертвения ткани органа. Итог инфаркта – сердечная недостаточность разной степени тяжести, говорит врач. В настоящее время отработаны разные схемы лечения. Самое главное – учитывать взаимодействие между лекарственными препаратами. Практически все противовирусные лекарства обладают кардиотоксичным действием, отметила Гара Михайловна. Гидроксихлорохин и азитромицин. Очень часто мы сталкиваемся в назначениях. Это тоже приводит к развитию аритмии. Поэтому огромная просьба к пациентам, к врачам, к коллегам, докторам, ко всем медикам. Рациональное назначение медикаментозного лечения. Правильная схема лечения с учетом сопутствующих заболеваний – залог успеха и победы над коронавирусной инфекцией. Но самое верное – это соблюдение всех норм и правил СанПИНА, чтобы обезопасить себя от заражения COVID-19, отметила врач. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.